Ты уйдёшь, но приходит своя ночь, ты её признайся, дочь, что ты делаешь со мной. Группа «Комиссар» – один из тех немногих российских коллективов, сумевших продержаться на волне популярности больше 20 лет. Но не за счёт громких скандалов. В отличие от многих своих коллег по цеху, ребята ни разу не были замечены в каких-либо шумных историях. В то время как большинство звёзд делали ставку на интриги и потаж, четверо брутальных комиссаров во главе с солистом Алексеем Щукиным завоёвывали своё место под солнцем совсем иными способами. Был очень интересный предмет, история. И там с детства мне запомнилась одна фраза – мы пойдём другим путём. На самом деле идти про туринг-дорогу – это интересно, но не очень. Всегда хочется найти какие-то свои подходы, свои пути, свои решения, какие-то проблемы, задачи. Поэтому, нет, мы делали ставку, конечно, мы смотрели, как делают другие, мы пытались делать так же. Но так уж сложилось, наверное, исторически с нашей группой, что мы пробивали себе дорогу именно творчеством, своими песнями, тем, что мы делали. Комиссар, как и большинство групп, появившихся на музыкальном небосклоне в конце 80-х, пережил не один кризис. На заре 90-х, когда не было концертов и гастролей, а денег не хватало даже на съёмку клипов, ребятам пришлось искать альтернативные способы заработка. Многие музыканты в то время занялись популярным в те годы челночеством или написанием автобиографических книг, куда ради больших продаж вставляли свои откровенные фотографии. Однако Щукин и здесь решил идти своим путём, не оглядываясь на коллег по сцене. Комиссар отечественной эстрады сделал ставку на оригинальность и не прогадал. У меня была маленькая сумма, которая на тот момент осталась благодаря всяким экономическим махинациям в государстве. И я решил потратить совершенно неожиданно для себя её на то, что я закупил несколько чайных сервизов, не характерных для нас, для нашего региона. И много-много вкусных сортов чая. Целый месяц Алексей постигал азы заваривания чая у китайца, который ни слова не говорил по-русски. И за дня в день коренной житель Поднебесной учил русского комиссара правильно с соблюдением всех восточных традиций готовить древний напиток. За это время музыкант не только узнал настоящий вкус зелёного чая, но и научился проводить церемонию, причём не хуже своего учителя. Тогда Щукину и пришла в голову идея о том, как можно пережить финансовый кризис, не поступаясь своими принципами. В тяжёлый кризисный момент рождаются такие идеи, которые ты в обычный день, в обычной жизни никогда бы, наверное, не сделал. У меня родилась совершенно для меня, например, бешеная идея. Я написал объявление, что я провожу чайные церемонии для узкого круга людей на дому. И подумал, почему, может прокатит. Действительно, пошли звоночки. Чайные церемонии на дому у клиентов Алексей устраивал несколько лет. Редкие корпоративные вечера и сборные концерты дискотеки 80-х дохода по-прежнему не приносили. Поэтому, когда хозяин одного из столичных салонов красоты предложил Щукину необычную работу, заваривать чай для клиентов, музыкант не раздумывая согласился. Тем более, что за это Алексей и его коллег бесплатно стриг профессиональный мастер. Сегодня продюсер группы Валерий Соколов полон оптимизма и творческих планов. Коллектив записывает новый альбом и совсем скоро собирается порадовать поклонников новыми песнями. Нынешний кризис руководителя группы нисколько не пугает. Валерий, как никто другой, умеет извлечь пользу из любой трудной ситуации. Я пробовал себя и в торговле, и в занятии недвижимостью, и в чем угодно. То есть, это возможность узнать то, чего ты не знал. То есть, куда-то пойти туда, куда бы в нормальное время ты не пошел. Но это выгощает тебя опытом и дает возможность найти новые грани даже того, чего ты занимался. Кризис не пугает не только продюсера, но и всех участников коллектива. Если придется, ребята готовы включить фантазию и зарабатывать деньги самым необычным способом. Для них нет ничего невозможного. А наступившие трудности – это лишь хороший повод держать себя и свое воображение в тонусе. Любое тяжелое время интересно тем, что можно закончить один этап и начать другой. Это возможность сделать паузу и взглянуть со стороны и что-то начать сначала. Мы уперты очень. Мы уперты. Мы заняли свою нишу никого туда в эту гнездочку не пускаем.